Отвалился камень. Я сама подхожу к балкону, хотела выйти на балкон. Как все повалилось, я думала война началась. Я от страха присела. Лидия Васильевна отделалась испугом. А вот ее соседке не повезло сильнее. Кусок кровли рухнул на голову. Потом смотрю, женщина сидит вот тут на колесах и за голову держится. А сын приносит ей снег, чтобы кровь-то не бежала. Экспертиза показала, кровля аварийная и опасная для жизни. Уже 4 года жильцы обивают пороги своей управляющей компанией ДЭС-1. Без результат на кровлю не ремонтируют. Жильцы даже мысленно пытаются запрограммировать на помощь директора УК. Вот у меня есть вот его патрик. Он здесь такой пишет. А у меня такой, знаете, что ли? А не остаться ли было бы ему трактористом порога? Ольга Касаткина неоднократно просила помощи от ДЭСа. Но кровля как протекала, так и протекает. Женщина пережила инсульт, и бороться с УКа уже не осталось сил. Я почему не стала ходить так, потому что он, видите, что там сырое, оно отпало. А это, говорит, давно, так я уже ремонт не делаю 3 года. Планируется ремонт регионального оператора, отдали в КМЖХ, там поставили на очередь. Текущее содержание, ну, текущий ремонт такой, если где-то побежит, мы устраняем, делаем. Ждем, когда очередь подойдет у них. Более конкретной даты по капремонту нам не назвали. Мало того, что люди живут практически без крыши над головой, так еще и не могут добиться ремонта в подъезде. Недавно специалисты УКа покрасили лестничные пролеты. Но то ли краски не хватило, то ли это модный арт-дизайн. Жильцы так и не поняли. Пришли, замазали дырки, а потом помазали сверху синей краской, а потом пожаловали с голубой краской, сказали, деньги закончились. Но мы же люди, мы же не бомжи. Как в таких вот условиях можно жить? Ни текущего, ни капитального ремонта жильцы не видели уже несколько десятилетий. В управляющей компании нам пояснили, что средств на счете дома почти нет. Все деньги якобы ушли на спиливание аварийных деревьев. И как только баланс пополнится, коммунальный дизайн сойдет на нет. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин.